Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Для тех, кто здесь первый раз, рассказываю небольшую водную. Я приехала из Японии, провела там три недели. Конечно же, накупила очень много еды. И сегодня будет небольшой мукбанг с тем, как мы всё опять попробуем и едим. Еды очень много, поэтому, скорее всего, будет две часи. Сегодня мы сконцентрируемся до чипсиков и немножко печенек. Хороший завтрак перед рабочим днём, считаю, что это будет самый лучший завтрак, который только может. Меня зовут Хоша, я сегодня буду помогать есть. Подписывайтесь на канал, потому что он тоже есть. Правда, пока что ещё не ем, но, возможно, буду есть. Мы там вместе поедим. Чисти печеньки сегодня у нас в обзоре. Оке. Если бы сегодня будет такой, знаешь, сюрприз, потому что я, честно, не помню, что это такое. Почему начинаем? Не знаю. Давай, бери любые чипсы, просто попробуй. Эти чипсы я уже ела, поэтому я забыла с того, чтобы взять эту пачку на Россию. Не знаю, пахнет как будто бы чипс, но не чипс. Что лучше пахнет? Чимчи? Сосиской. Ладно, чипсы с сосиской. Давай. Опа, привет. На вкус как нам, наложена какая-то сосиска в специи. Я не вижу здесь сосиску, я вижу просто какую-то прикольную хуйню. Чё-то вкусная. Это именно сливочная сосиска, знаешь, такая. Не прикольные, мне они очень нравятся, но, ну, типа, понравилась Япония, я их часто там покупала, но я вообще не узнаю здесь сосисок. Ну, тут какой-то соус, именно тайский, знаешь. Ммм, какой-то чили какой-нибудь. Да, сладкий. Опа. Вот, такая вкусняшка. Нам надо не есть всё, иначе мы не съедим, даже только на сегодня. Чего не хочу пить. Ну да, снимать бомбанг, когда у нас нет воды. Это, конечно, хорошая была идея. По оценке я бы поставила шестёрку, наверное, да. Под настроение, прям большинство для меня. Когда не будем трогать острые, возьмём, чтобы кусать пиццули. Пиццули. Кошка ликвидирована. У меня до животного время съёмка не пострадала. Я их тоже успела попробовать. Потому что я ехала в Синкансене, и ехать было, типа, часа два вверх, а не было часа два вверх. На самом деле, они похожи на эти лейс рифлёные. Пахнет читусами, только кислями. Опа. Я поняла, есть лейс, который, типа, Макс, или типа того, что-то такое. У них есть спицы, тоже рифлёные, вот, очень похожи на эти. Я бы пятёрку поставила. Я бы поставила шестёрку, потому что такие у нас уже есть. Ну, типа, они очень похожи на те, что у нас, поэтому не скажу, что они что-то необычное. Я люблю ликвидированные чипсы, но вкус мне много непонятен как бы. Это, по-моему, просто шестерные шарики. Ширные шарики. Чтоб не рвануло, да? Нищига. Их там расколошматило. Да. Чего? Не пахнет? Не знаю, чем пахнет. Я поняла, чем не пахнет. Сейчас я скажу даже, чем. Вообще не пахнет. Я знаю этот запах, но я сейчас когда-нибудь мне на языке придется этот запах, но я не помню, что это. Куркума, опять? Нет. Да. Куркума. Да, куркума. Их реально расколошматило во время переезда. Что это? Это не куркума. Точнее, это куркума, но ее там немного. Это вкус как куруза. Нет. Знаешь, как будто бы сыр с куркумой смешали. Типа, куркума, она чувствуется когда-то как у послевкусия уже. Начинаем после вкусия хлеба белого. Нет, у меня послевкусия куркумы. Лучше еще раз попробовать. Он еще не поняла, что это. Я тоже. Что по-настоящему? Нет, это тройка. Я думаю, соглашусь насчет тройки. Но надо отметить, что они реально живучие. Да. Здесь еще две пачки чикси. И это самый островный чикс. Я думаю, что это просто колеки сначала. Вот такие. Не, они поживее как-то. О, пахнет вкусно. Такой яки прикольная есть. Типа, я попробовала. Но те, что брала я в Сибуе, они были прям с перебором этого соуса. Вот этот черьяки прям. Не, он рыбный. Типа, вот этот вот. Не угадала. Не, просто может из янчика. Не знаю, мне кажется, разный соус добавляется. Тот, который мне дали, там был майонез. И с ним все окей было. И перелили рыбного соуса. Вот если бы его было чуть поменьше, было бы прям идеально. Потому что на самом деле очень вкусная франьяка. Как кукурузные палочки у нас с этим соусом. Да, да. Для меня здесь тоже немножко перебор этого соуса. Да, он прям кислит. Я бы поставила семерку. Мне прям понравилось. Я стараюсь шестерку, потому что я каждый раз, когда ее пробую, у меня прям в памяти вот эти токаяки с этим перелитым соусом. Тут более такая труктура не одна. Так, и последнее, под которым я не захотел пить, потому что это острое. Мне это понравилось. Интересно. Так, я не ручаюсь за остроту в этих чипсах. Палки у них. Это как эти есть у нас. Помстикс. Такие же палочки. С паприкой только у нас есть. Пока не остро. Оно не острое. Оно не острое. Явно не то, что обещано здесь. У них получается слабый, такой вот пряный вкус. Ну все. Ну, короче, он практически не острое, от слова совсем. Ларит реально, как прогорка, такая картоха. Я бы поставила вот так троечку тоже. Я бы поставила троечку тоже. Тут есть две пачки поки с интересными вкусами, не сладкими. Одна с курочкой жарит. Да, пачки. И вторая с устрицами. Пахнет просто чипсами с курицей. Прикольно, я бы как перефуд брала. Вот там не то, что прям курица. Скорее приправа. Еще похож на приправу, которую вы узнаете, что еще есть. Да-да-да, похоже. Я больше поставлю. Я тоже. Мне понравилось. Чем пахнет? Пахнет. Как бы. Попробуй. Обычная креветка. У него исландки, больше похожи на креветку. Я ему пятерку поставила. Они прикольные, а можно есть. Но с курицей было... Нет, с курицей реально лучше, да. Но я поставила больше черт. Теперь у нас сладкие поки. Ура. Такие две сладкие пачки. Один с тирамису, другой с кокосом. Тирамису должно быть такой, да. Да, но с кокосом очень вкусно. Очень вкусно. Я пробовала уже там несколько раз. Покупала их в пачке. У меня же я могу. Очень. Насло, жалко, что я всего одну купила. Не так, я купила две или три. Но я в Китае съела еще одну, потому что очень вкусно было. Дальше, как с тирамису? Да, они немного побитые. Но внутри прям крем. Да. Я, конечно, не фанатка тирамису, но это не плохо. Это вкусно. Я ставлю девятку. Я поставлю семь, потому что я не очень люблю тирамису. Это очень прям передает вкус тирамису. Без самого тирамису. Но это для меня уже десятка. Даже не обхудается. Это просто десятка, даже не переваляю. Вот это с кокосом. Типа они в шоколаде с кокосовой стружкой. Это очень вкусно. Ой, ну это мелодия вообще. Это меня десятка. Здесь у меня все. Очень вкусно. Да, совсем я люблю здесь. Есть вот это непонятное нечто. По-моему, это желейка, но я не уверена. Я не понимаю. Опа. Очень красиво выглядит. У меня упаковка очень красивая. Что ж? Ну, это буквально желейка с персиком. Не скажу, какая это супер особенная. Что она какая-то супер особенная. Прикольно. Наверное, я бы восемьдесят его поставила. Поставила девятку. Что, сладкое это или это, на деле. Ну, понятно. Это вкусно. Парень взятое мнение. Дальше пробую вот эти тоже с персиком. Да, это тоже с персиком. Я их пробовала. Они прикольные. Да, они хорошенькие. Каждая печенька запакована отдельно. Я считаю, что это очень удобно. С точки зрения, когда ты суешь руку в пачку, ты не испачкаешься тем, что внутри. Вот, они прикольные, типа, тут печенька, между ними этот крем с вкусом, в данном случае с вкусом персика, и печенька розовая. Прикольно. Очень мягкие и вкусные. Я вам тоже поставила девятку или восьмерку. Я ставлю девять. Вот это, я не знаю, это очень интересно, такая загадка дыры. Здесь у нас мед горганзола. Печенье. По-моему, там сыр прям на этом, на печеньке. Блин, да. Прям сыр. Не знаю насчет меда, но прикольно. Тут такая прям соломоватая сыра. Нужная текстура. После вкусия сыр с пресенью. Да, есть такое. Гордонзола это с пресенью или без? Это с глупой пресенью, который. Ну вот чувствуется. Немножечко так это отдает. Он прям молоком отдает. Да. Ну это буквально... Ну это буквально... Ну это буквально... Ну это ставлю восьм. Ну это шладкий. Более, это натуральный. Ну, они просто разные. Эти сах... Ну сладкие. Эти у меня сладкие. Вкусные. Такие красивые упаковки. Эти печенья я купила в Universal Studios. Очень много чего купила. Ты хочешь с Мишкой или с Миньоном? С Миньоном. Я с Мишкой тогда возьму. С шоколадкой. У меня тут нарисованная дверь. Блин. Вот это апель. Да. Просто обычные пижачные печенья. Вот эти печенья. Здоровая Фудзия. Да. И вот тут он есть. Да. Вот эти просто везде продаются. Эти вроде... Ну что, тоже везде, конечно. Но я не общалась внимания. Эти грустные. Такая красивая упаковка. Ее надо... И реклама тут была такая. Вот я теперь тоже хочу. С горой. Горы. Фудзия, конечно, офигенная. Типа, она очень красивая, если ее видно. А то в первый раз я поехала туда, и было ничего не видно. Потому что было облачно. Она тоже рассыпчатая. Знаешь, немножко напоминать... Блин, мне очень нравятся, на самом деле, у них очень прикольные вот эти базовые печеньки. Рассыпчатые. С молоком. Я вам, например, молоко. Да. Я не знаю, типа... И сливки, возможно, тоже. Они прям такие прям очень нравятся. И очень вкусные. Типа, я такими объедала из сферкатой. Очень вкусные. Я поставлю 9. Я тоже. Ну, это чисто фанатская история. Вот это немножко... Это персонажи Марио. В основном злодеи, да? Вот. И внутри печеньки с изображением этих героев. Да. Такие печеньки. Их немного, конечно. Гав-гав. Я уже откусила. Тоже 9 от меня. Ну, 9 от меня. Теперь вот эти. Мне очень хотелось их тоже пробовать. Все прям. Не, на самом деле, это очень классно, потому что у японцев очень много мерча. Не только в плане еды, но и в плане в целом. И это не какой-то в Саратове, знаешь, брелочек с изображением из серии I Love Moscow, как у нас часто продается. Нет, понятно, что там такое тоже есть, но у них очень много какого-то такого красивого мерча. Типа там была гачи, которая крутилка такая, и в ней было, короче, пины, второй фудзи. Вот, я один крутанула. Такой прям красивенький. Это прям классические шоколадки. Еще не шоколадки. Он прям горький такой. На чуть-чуть. Ну что, последние две пачки. Они, на самом деле, супер базовые. Купила в обычном 7-11. Так, давай. Почел бы. Давай, да, твои. Тоже хорошие базовые, я бы сказала, вот так. Ну прям базовые. Такие... Похожи на бутерброд с маслом. По-моему, там нет разницы в светленьких и темниках. Светленький. Ну, это так красиво. Вот эта мелочь, это приятно. Наташа, они одинаковые. Наташа, они одинаковые. Всем спасибо. Да, ой-ой-ой, мы наелись. Да, мы позавтракали, очень вкусно. В следующей части что распланируется? Киткаты. То, чего я очень жду, это всякие кислюшечки, кольфетки. Вот такого все будет. Вот такого еще много, будем пробовать в следующий раз. Желешечки тоже, кстати, есть. Всем спасибо. Всем пока. Лайкайте, комментируйте, щеркайте. Все, короче. Все равно я это увижу. Все равно я это увижу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.